Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале InvestFuture и с вами наша еженедельная литературная рубрика. Сегодня обсуждаем роман Теодора Драйзера «Финансист», написанный в 1912 году. И обязательно досмотрите это видео до конца, потому что мы подведем итоги конкурса и обязательно анонсируем новый. Как правило, в наших воскресных обзорах мы разбираем книги, которые позволяют научиться чему-то конкретному в сфере личных финансов и инвестиций. Но сегодня мы разбираем книгу, которую будет правильнее отнести к художественной литературе. И здесь хочу зачитать вам цитату неизвестного автора, которая кажется мне очень важной. Книги о бизнесе не так важны, как важны книги художественные, герои которых формируют твою личность. Книги о бизнесе лишь инструмент, в то время как книги художественные формируют фундамент на фоне внутренних убеждений. Итак, друзья, книга «Финансист» американского писателя Теодора Драйзера, выпущенная в 1912 году. Книга является частью трилогии «Желание», в которую также входят романы «Титан» и «Стоек». Но нужно сказать, что мне наиболее интересной кажется именно первая книга из этой трилогии, потому что «Титан» носит такой более мелодраматический характер. И там не так много интересных подробностей о политической и экономической жизни. А книга «Стоек» и вовсе осталась незавершенной и была опубликована уже после смерти писателя. Поэтому в первую очередь рекомендую сфокусироваться именно на финансисте. Это не легкое чтиво, оно местами может показаться занудным, но для любого человека, который хочет считать себя финансово эрудированным, ну и собственно художественно эрудированным тоже, эта книга, конечно, абсолютный маст-рид. Ссылку на эту книгу для всех, кто хочет ее прочитать, я оставляю в описании к этому ролику, ее можно будет приобрести. Главный герой трилогии Фрэнк Каупервуд. Не кажется ли вам, что есть некоторое совпадение с главным героем сериала «Карточный домик» Фрэнсисом Андервуда? Кажется мне, что оно не случайно и авторы сериала отсылались к классике американской художественной литературы. Очень, кстати, я люблю сериал «Карточный домик» и Кевин Спейси кажется мне невероятно талантливым актером. Пишите в комментариях, смотрели ли вы «Карточный домик» и что вы думаете обо всей этой истории. Ну а мы с вами возвращаемся к Каупервуду и роману «Финансист», который, кстати говоря, основан на реальных событиях и прекрасно показывает историю Америки конца 19 века. Это тот самый период, когда создавался и развивался американский капитализм. Был он абсолютно дикий и абсолютно неконтролируемый. Роман основан на жизни финансиста и предпринимателя Чарльза Еркса, который жил в период с 1837 по 1905 год и принимал непосредственное участие в развитии транспортной системы Чикаго и Лондона. Еще раз подчеркну, книга «Финансист» художественная, поэтому читать ее нужно в любом случае. Ну а сегодня я хочу с вами обсудить биографию вот того самого прототипа Чарльза Еркса. Я думаю, что это будет познавательно с той точки зрения, чтобы мы могли проследить, как развивалось американское общество и как оно пришло к тому статусу КВО, которое мы имеем сегодня. Я обращаю ваше внимание на то, что книга и биография Еркса очень-очень-очень пересекаются, поэтому возможен небольшой спойлер. Итак, Чарльз Еркс начал свою карьеру, когда ему было еще 17 лет, в хлебно-комиссионной конторе. В 22 года он открыл свою маклерскую контору и присоединился к филадельфийской фондовой бирже. Он довольно быстро делал успехи на банковском поприще и занимался продажей облигаций, государственных облигаций, облигаций города и облигаций штата. Его отец был председателем банка и отчасти благодаря связям отца, отчасти благодаря собственным талантам, активности и предпринимательской жилке, в которой ему не откажешь. Еркса довольно быстро сделал себе имя в филадельфийском финансовом обществе. Он был уже максимально близок к тому, чтобы попасть в высший свет и, наконец, получить то финансовое положение, тот статус, к которому он стремился, когда вдруг грянула беда. Еркса служил финансовым агентом казначея города Филадельфии. И в крупных биржевых спекуляциях он рискнул общественными деньгами. Все было бы хорошо, но в 1871 году разразился великий чикагский пожар, который спровоцировал панику на бирже. В итоге Еркс обанкротился, не сумел расплатиться по своим долгам перед государством и был осужден за казнократство и приговорен к 33 месяцам тюрьмы. Причем он был направлен в тюрьму, которая славилась своими жестокими одиночными заключениями. В этой тюрьме, кстати, сейчас находится музей, который любой желающий может посетить, довольно познавательная история. Так вот, в 34 года Еркс попадает в тюрьму, пытается оттуда выбраться, шантажируя политиков, и в итоге ему это удается. Он выходит существенно раньше срока, казалось бы, легко отделался, но следующие 10 лет своей жизни Еркса тратит на то, чтобы снова нажить себе финансовое состояние. На мой взгляд, это очень поучительная история, которая применима и к нашим дням, и к небольшим частным трейдерам, которые говорят о том, что спекулировать можно только на те деньги, которые вы не боитесь потерять. Вот еще один пример, один из многих примеров, которые подчеркивают важность понимания и осознания этого постулата. После выхода из тюрьмы Еркс разводится с женой, с которой прожил 22 года, женится на молодой девушке и переезжает в Чикаго. И там он как бы выходит на второй круг. Еркс снова открывает маклерскую контору, потом оказывается вовлечен в дела, связанные с городским общественным транспортом, и постепенно через серию финансовых сделок захватывает большую часть городских железных дорог в Чикаго. Он, правда, так и не достиг своей желанной цели монополии в Чикагском городском железнодорожном транспорте, однако существенных успехов добился. При этом важно подчеркнуть, что Еркса не брезговал никакими методами, в том числе дачи взяток, подкупом и другими противозаконными действиями. Затем, для того, чтобы улучшить свой плохой общественный имидж, потому что, конечно, в Чикаго его не любили, Еркса взялся за финансирование самого большого на тот момент телескопа, а потом и обсерватории. Это фактически внесло Еркса в историю международной астрономии, потому что в 1935 году его именем был назван кратер на видимой стороне Луны. Затем Еркс ввязывается в длительную войну за концессии на трамвайные линии, то есть попытка получить от города право на выстраивание инфраструктуры городской и потом получение с нее дохода. Он проигрывает эту войну, в итоге продает свои все акции в Чикаго и перебирается в Нью-Йорк в 1899 году. Летом 1900 года Еркс решил принять участие в развитии лондонского метро. И используя комплекс финансовых схем, которыми он уже пользовался, когда выстраивал свой бизнес в Америке, Еркс привлекал финансирование для строительства новых веток метрополитена в Лондоне и электрификации уже существующих. В частности, Еркс боролся с американским банкиром Джоном Пирмонтом Морганом и не пустил его в бизнес лондонского метрополитена. Джипи Морган это вообще отдельный персонаж, который достоин безусловно отдельного ролика. Я думаю, что мы такой ролик подготовим. Чарльз Еркс скончался в 1905 году в Нью-Йорке и к этому моменту ни один из его лондонских проектов еще не был завершен. Он ушел из жизни неудовлетворенным теми результатами, которых он достиг, несмотря на тот яркий путь, который он прошел. Однако при этом строительство его лондонских проектов уже вовсю велось и в итоге так или иначе вписало его в историю мировой инфраструктуры. При этом состояние Еркса, которое на максимумах оценивалось в 22 миллиона долларов, к концу его жизни оказалось ниже 1 миллиона долларов из-за огромных долгов. В романе «Финансист» Теодор Драйзер как бы натягивает на скелет жизни Чарльза Еркса историю Фрэнка Каупервуда, которую он добавляет морально-этическую оценку его действий. С одной стороны, в романе автор как бы максимально обнажает спекулятивную хищническую природу своего героя, которая, с одной стороны, отвращает нас, потому что показывает, что финансовые элиты тех времен были абсолютно беспринципны, бесчеловечны, они обладали нулевой нравственностью и шли к своим финансовым целям абсолютно любым путем. Автор не одобряет этого, но при этом он не может не любоваться своим персонажем, его смелостью и его настойчивостью, его умением подниматься и с нуля начинать снова по второму, по третьему кругу и даже умирать, находясь в направлении той самой своей мечты, которую он перед собой ставил. Ну что ж, друзья, я надеюсь, я вдохновила вас на прочтение романа Драйзера «Финансист». Если вам хочется почитать бумажную версию этой книги, то ссылочка на нее, я напомню, есть в описании к этому видео. Теперь пришло время подвести итоги конкурса, который мы анонсировали ровно неделю назад, когда я рассказывала историю Джесси Ливермора, которая описана в книге «Воспоминания биржевого спекулянта». Я напомню, что мы проводили конкурс в комментариях на ютубе и победителем стал пользователь Владислав МЧС. С его комментарием «Какая непростая судьба у человека, поднялся с низов, стал очень богат, жены, дети и как итог самоубийство. Заставляет задуматься, переосмыслить ценности жизни и подумать, верно ли расставлены приоритеты у тебя самого. Спасибо, Кира, у вас и вашей команды весьма годный контент». Владислав, благодарю. Пожалуйста, напишите нам на почту info.sobako.investfuture.ru, чтобы мы смогли с вами связаться и отправить подарок, книгу с моим личным пожеланием. Спасибо вам большое за участие. Друзья, приглашаю вас поучаствовать в нашем новом конкурсе. И, как нетрудно догадаться, на этой неделе мы разыгрываем книгу «Драйзер и финансист». Условия участия очень простые. Нужно совершить несколько действий и сделать репост нашей публикации ВКонтакте. Ссылочку на все условия конкурса я оставляю в описании к этому видео. Переходите и участвуйте. Я очень жду вашей активности и всем желаю огромной удачи. Книга, правда, очень классная, поэтому не пожалейте минутку своего времени, поучаствуйте и получите в подарок книгу с моим личным, конечно же, напутствием для вас в мире инвестиций. Друзья, спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, что вам нравятся наши образовательные ролики. Мы стараемся делать их максимально полезными и расширять вашу эрудицию. Мне кажется, это важно, это помогает в жизни. Пожалуйста, поставьте лайк, если было полезно. Подпишитесь на канал, если вы еще не с нами и нажмите на колокольчик. Ну и пишите в комментариях, читали ли вы роман финансиста или пока только хотите этого сделать, а если не хотите, то почему. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта InvestFuture. До новых встреч на нашем канале.